Руководству школ необходимо регулярно разговаривать с трудными подростками, причем вместе с родителями. Только сообща можно добиться желаемого результата. Руководитель отдела образования Шимкента предложила убрать инспекторов из школ и перевести их на дежурство в колледжи и вузы. Мне кажется, что на подобные заседания необходимо приглашать ректоров колледжей и вузов. Мы провели анализы и выяснили, что из 30 подозреваемых в преступлениях несовершеннолетних, четверо являются учащимися школ. Остальные 26 – это студенты вузов и колледжи Шимкента. Как вариант снижения подростковой преступности, представители от образования предлагают подумать о привлечении молодых людей в спортивные секции. Что касается взрослого населения, то основные силы в Акимате Шимкента бросят на снижение безработицы, продержничества, алкоголизма и наркоманию и улучшение материально-технической базы правозащитных органов. Необходимо составить план рейдовых мероприятий, которые необходимо провести до конца этого года. Необходима сплоченность. Нужно выезжать на рейды все вместе, включая местных жителей и представителей СМИ. Понятно, что полностью искоренить преступность невозможно, но снизить вполне реально. В рамках акции «Шимкент. Безопасный город» городскому отделу жилищно-коммунального хозяйства поручено заняться освещением всех городских дворов и установкой камер видеонаблюдения. Бахромов, Былайв, Константин Исупов, Роман Примкулов, информационная служба телекомпании «Отрар».